Здравствуйте, в эфире программа тема дня, я ее ведущий Никита Васильев. Сегодня мы вместе с нашими гостями будем вновь, да, в очередной раз поговорим о поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Тверской области. В последнее время, учитывая сохраняющуюся угрозу распространения коронавируса, эта тема вновь по-прежнему, да, выходит и по-прежнему остается на первом плане. Многие опасаются повторного закрытия некоторых объектов бизнеса, введения, может быть, определенных ограничительных мер, да, однако ничего такого на данный момент по официальным данным, по официальной информации на территории нашей области не предвидится и не планируется. Более того, на территории региона продолжает расширяться перечень поддержки бизнеса, перечень поддержки предпринимательства, да, и вот самая, скажем так, свежая информация, это с 15 октября, свежая новость о том, что с 15 октября, то есть с 15 октября у нас самозанятые граждане, по сути, приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства. Это дает им возможность претендовать на, ну, на все меры государственной поддержки, да, которые сейчас в данный момент у нас существуют, в том числе и на льготные займы, которые, наверное, вот одни из самых популярных, одна из самых популярных мер поддержки. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим, побеседуем, поговорим о том, как работают меры поддержки, кто ими может воспользоваться, как они вообще в целом функционируют на территории нашего региона. А с нами вместе об этом будут разговаривать сегодня Михаил Окороков, координатор проекта «Мой бизнес» в Тверской области. Михаил, здравствуйте. Спасибо, что принимаете участие в беседе. Ян Солюков, генеральный директор фонда содействия предпринимательству в Тверской области. Ян, добрый день. И Ольга Цыба, предприниматель, владелица пяти частных детских садов в Твериане, да, у вас, на территории регионального центра. Михаил, ну, наверное, к вам первый вопрос. Вот самая свежая, да, как я уже сказал, самая актуальная новость, это то, что с 15 октября приравниваются граждане, которые имеют статус самозанятых, да, к, ну, вот, скажем так, к субъектам малого и среднего предпринимательства. Что это им дает, что это для них значит? Никита, ну, сразу же несколько правок. Во-первых, субъектов малого и среднего предпринимательства приравняли к субъектам малого и среднего предпринимательства несколько раньше и решили, что им будут предоставляться меры поддержки. А вот теперь вторая поправка. С 17 октября... Даже так? С 17 октября. То есть чуть-чуть мы пораньше это. Да, с 17 октября для самозанятых граждан будут доступны не только консультационные и образовательные меры поддержки, но и меры поддержки имущественные и финансовые. Что это значит? Это значит, что предприниматели могут получить в бесплатную аренду наши переговорные комнаты и каворкинг в центре мой бизнес, воспользоваться Тверским областным бизнес-инкубатором, если им вдруг потребуется офис. Что касается мер государственной поддержки финансовых, то уже сейчас на федеральном уровне доступны займы для самозанятых граждан в сумме под 7,5% в год. Но по поручению губернатора Ян Александрович готовит порядок, в соответствии с которым микрозаймы Тверским самозанятым будут предоставляться под 4,25%. Это ключевая ставка Банка России, если ставка понизится ключевая, то следом за этим понизится и ставка в фонде содействия и кредитования. Эти меры поддержки очень нужны самозанятым, которых, кстати, уже более 4100 зарегистрировалось к сегодняшнему дню. Эти меры поддержки очень важны и нужны, поскольку, конечно же, для того, чтобы качественно оказывать услуги или производить ту продукцию, которую самозанятые производят, им нужны качественные средства производства, которые нужно купить, а для этого нужно, чтобы, во-первых, источник денег был, а во-вторых, чтобы он был недорогим. Дешевле, чем 4,25% это уже в определенной степени благотворительность. Но по уровню ключевой ставки Банка России это очень хорошее предложение. Ждем, когда эта мера поддержки будет введена и, соответственно, сразу же мы вместе проанонсируем эту информацию. Ну, вы имеете в виду, будет введена мера поддержки для самозанятых, потому что для других предпринимателей она много лет действует. И я с уверенностью могу сказать, что микрозаймы в сумме до 5 миллионов рублей это наиболее эффективная и наиболее востребованная мера государственной поддержки у предпринимателей, которая оказывает на самом деле решающую поддержку в деятельности любого субъекта малого и даже среднего бизнеса. Потому что под те проценты, сейчас это тоже 4,25, сумму до 5 миллионов рублей получить через 5 дней после предоставления полного пакета документов, это даже по меркам коммерческих банков, я имею в виду процедуру, процентная ставка вообще недостижима для коммерческих банков такая. Но даже по процедуре это очень хороший быстрый результат и качество работы и сервиса коллег, я уверен, что сами-то они себя похвалить не смогут. А мне, в общем, это позволено. Коллеги работают очень эффективно и это мое мнение. Я присоединяюсь полностью, да, когда дойдет очередь, я обязательно похвалю, потому что сама этой мерой пользовалась. Ну, мы, конечно, об этом, да, Ольга, вас еще расспросим основательно и подробно. Да, Михаил, ну вот вы начали уже говорить о процедуре, о том, какие есть преимущества, бонусы, да, и так далее, какие есть положительные моменты. Ян, ну все-таки это все-таки ваша, да, ваша отрасль, ваш хлеб, скажем так. Поподробнее, пожалуйста, да, как это все реализуется, сколько вообще предпринимателей Тверской области уже воспользовались этой мерой поддержки и насколько доступна она? Да, на самом деле Михаил правильно подчеркнул, что сейчас на текущий момент времени мы приводим свою нормативную правовую базу для того, чтобы расширить наши формы поддержки для самозанятых граждан, для того, чтобы они пользовались именно вот этими льготными займами. Но забегая вперед, хочу сказать, что для приоритетных видов деятельности и для тех субъектов, которые будут осуществлять деятельность на монопрофильных муниципальных образованиях, ставка еще будет ниже, чем ключевая Центрального банка. Поэтому мы сейчас в этом направлении двигаемся. Как только у нас нормативная правовая база будет готова, мы сразу же анонсируем. Михаил, как координатор Центра поддержки «Мой бизнес», безусловно же, эту информацию донесет в массы. Что касается теперь непосредственно самих займов и показателей деятельности. Да, безусловно, данная форма поддержки, она очень востребована среди предпринимателей, поскольку не так-то просто получить заемное финансирование в коммерческом банке. Поскольку есть определенные требования, регламенты, которые необходимо соблюсти как коммерческому банку, так и предпринимателю для того, чтобы привлечь эту сумму займа. Мы, как микрофинансовая организация, намного лояльнее и проще относимся к этим процедурам. У нас упрощенный список документов для подачи займов, сроки рассмотрения 5 дней и ставка на выходе. У нас разработана специальная продуктовая линейка, ставки у нас от 2 до 4,25% годовых. Поэтому обращаюсь к тем предпринимателям, кто еще ни разу не пользовался данной формой поддержки. Заверяю вас, если вы первый раз попробуете, вы будете постоянно пользоваться этой формой поддержки, безусловно. У нас в портфеле таких на самом деле очень много. То есть люди не верили в это, предприниматели не верили в данную форму поддержки, но единожды попробовав, теперь постоянно пользуются и на глазах, скажем так, мы видим, как они вырастают уже в таких существенных игроков на рынке Тверского региона. Ну да, мы общались с вашими коллегами, насколько я понимаю. Вот мне рассказывали специалисты, что берут сначала один, поднимаются, встают на ноги, берут другой уже на расширение. Это вот так, наверное, и работают. Да, да, совершенно верно. Но мы все равно стараемся, чтобы эта форма поддержки распространялась не только на тех, кто постоянно пользуется, но и тех, кто ни разу не пользовался. И в связи с этим мы регулярно проводим мероприятия по Тверской области для того, чтобы охватить каждое муниципальное образование, чтобы в каждом муниципальном образовании был тот предприниматель, который получил данную форму поддержки в виде льготного займа фонда. Ну и вот, как вы ровненько подошли, у нас как раз подоспела небольшая рекламная пауза. Мы продолжим сразу после небольшого перерыва. Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. И сегодня вместе мы с предпринимателем, с представителями регионального центра поддержки «Мой бизнес» обсуждаем меры поддержки, которые действуют на территории Тверской области, меры поддержки малого и среднего предпринимательства, о том, как это работает, как их получить и что они вообще субъектам МСП дают. Вот до перерыва мы начали разговор с Яном Суликовым о том, что пользуются большой популярностью льготные займы для предпринимателей. Если можно немножко, Ян, уточните по цифрам, сколько людей уже воспользовалось подобной меры поддержки, сколько предпринимателей воспользовалось, ну и какой объем может быть общих средств, наверное. Да, значит, по итогам деятельности за 9 месяцев 2020 года фонд выдал 234 займа. Если сопоставлять это с аналогичным периодом предыдущего года, то есть прирост составил 60%. По сумме в этом году выдано 430 миллионов займов субъектам малого и среднего предпринимательства. Если мы сопоставляем опять-таки с аналогичным периодом предыдущего года, рост составил 90%. Опять-таки, цифры свидетельствуют о востребованности данной формы поддержки. И мы на этом, конечно же, не останавливаемся. Мы наращиваем наш портфель, активный портфель. А с чем связан такой достаточно солидный, сильный рост, на ваш взгляд? Может быть, с теми ситуацией с пандемией, которая у нас была? Да, на самом деле мы ожидали обратный эффект в связи с ограничениями, которые были у нас введены весной. Но цифры показывают обратное. В период пандемии у нас, наоборот, выросла активность найти займы. То есть предприниматели, наоборот, привлекали средства в свой бизнес для того, чтобы он не встал, чтобы поддержать свой бизнес, поскольку наши займы также предоставляются частично и на выплату заработной платы. Коллективы нужно было сохранить. И все это способствовало как раз-таки росту и востребованности на данную форму поддержки. Я еще добавлю, что понятно, что когда нужно было пополнить оборотные средства, и негде был фонд, это очень хороший источник. Но когда ограничения были сняты, и даже еще немножечко до этого момента, мы увидели всплеск интереса предпринимателей к тому, чтобы развивать свой бизнес, диверсифицировать его. Если какие-то виды деятельности попадут под ограничения, другие смогут их вывести, предприниматели это понимают. И мы увидели всплеск заинтересованности, в том числе и по микрозаймам, и по другим нашим мерам государственной поддержки, что народ стал еще более активно развивать свой собственный бизнес, чем это было до пандемии. Нет худо без добра. Конечно, добра здесь меньше, чем худо. Но я думаю, что мы аналогичных результатов добились бы и без пандемии. Но уж как есть. Ну, тут предприниматели поняли, что они, в принципе, могут на что-то рассчитывать, что мы не брошены, что мы можем рассчитывать на меры государственной поддержки. На самом деле... Ольга, ну давайте... Да, вот как раз я расскажу свою замечательную историю. Я напомню, на студии сегодня присутствует Ольга Циба, предприниматель, владелица пяти частных действий садов. Теперь уже пяти, да. Да, один из тех предпринимателей Тверской области, который воспользовался, да, получили вы льготный займ. Расскажите, пожалуйста, как это все происходило, как вообще пришли к этому, на что денежки потратили. Я воспользовалась им до пандемии, то есть я не отношусь к числу предпринимателей, которые спасали свой бизнес этим, да. Я попала в число отраслей, которые получали федеральные меры господдержки, то есть там эту дыру мне затыкало государство. Это было осознанное решение. Я узнала о займе случайно, и я подпала под как раз ту самую льготную категорию, женщины-предприниматели, у меня займ под 3%. И это для меня сподвигло принятие решения. У меня тогда было еще два детских садика, и я грезила хорошей раздевалкой. То есть мне вот очень хотелось в одном из своих садов сделать такую современную дорогостоящую раздевалку, но бизнес такой, что из оборота достаточно сложно вытащить сумму единовременно, а как вы уже здесь неоднократно говорили, кредитоваться в других банках, ну даже не то, что проблематично. Для меня вообще займ — это такое некое табу. То есть вот я уже делилась с Яном, для меня это первый в жизни займ вообще в принципе. То есть я не кредитными картами никогда не пользовалась, я все время рассчитываю на себя. И здесь, проанализировав, подсчитав, да, во сколько мне выйдет этот займ, насколько я реально смогу его выплачивать, я в феврале месяце до пандемии как раз связалась в эти отношения и с моим везением аккурат в конце марта закрыла свои сады. Вот. Было предусмотрено, мне звонили из фонда, была предусмотрена вот эта рассрочка шестимесячная на погашение. Я не стала ей пользоваться, потому что непонятно было, насколько все это долго, да, то есть там какое-то время рассчитывала на свои силы. И я хочу сказать, что вот я классический пример того же, о чем говорил Ян. Это будет для меня сейчас, видимо, источником роста. Я планирую сейчас опять в процессе подготовки следующего комплекта документов на следующий транш, потому что я масштабируюсь, я развиваю свой бизнес. Для меня очень важно, чтобы эта услуга оказывалась качественной, да, сейчас на детские сады все-таки такая достаточно ответственная сфера. Поэтому вот этот источник финансирования дополнительного, он для меня очень актуален. Я о нем много кому рассказываю, да, то есть рекламирую. И мне кажется, что как раз вот этот момент, когда ты никогда не пользовался, и ты боишься, да, попасть вот в эту кабалу, вот его нужно преодолевать. И если кому-то поможет мой опыт, это было бы здорово. Потому что, да, это не страшно. Я не знаю, можем ли мы говорить цифры, да, там, насколько это корректно. Цифрая сумма займа? Да, ну я могу в качестве примера просто привести, да, мне нечего скрывать. Сумма моего займа составила 710 тысяч на 3 года под 3%. Переплата у меня по кредиту за пользование составит 30 тысяч за 3 года. Ну, то есть это те условия, которые действительно нигде не найти, да. Да, там есть некие меры обеспечения, у каждого предпринимателя они свои. Все приемлемо, и да, действительно, насколько я помню, это была неделя оформления. Сейчас комплект документов, если я могу сравнить с февралем, еще больше упростился. Да, там отпали какие-то необходимые справки. То есть мы просто заполняем данные, фонд их проверяет, и деньги выплачивают. Михаил, ну вот конкретный пример, да, насколько он, скажем так, показателен для нашего региона, для Центра содействия предпринимательства? У нас в реестре получателей мер государственной поддержки только вот за 2020 год более 6 тысяч предпринимателей. И действительно, мы видим, что к нам за поддержку чаще всего приходит не тот бизнес, который падает, и ему нужна поддержка. К нам приходят те, кому нужна поддержка в росте чаще всего. Потому что, когда предприниматель берет деньги в виде займа, он понимает, что эти деньги предстоит возвращать, отдавать. Соответственно, он предполагает наличие доходов, развитие своего бизнеса. Конечно, 2020 год оказался уж совсем нетипичным, и я надеюсь, что повторение в ближайшее время не состоится. И пришлось решить огромное количество проблем предпринимателей. Но во многом благодаря этой тяжелой ситуации, во-первых, значительно снизились ставки в фоне содействия и кредитования, упростились процедуры получения, изменились наши меры поддержки. Например, мы сейчас полностью оплачиваем расходы предпринимателей на размещение продукции на маркетплейсах. Полностью бесплатно обеспечиваем участие предпринимателей в ведущих российских выставках. И зарубежных, надо сказать, тоже. Софинансируем рекламные компании субъектов малого и среднего предпринимательства 80% стоимости. 100% оплачиваем стоимость сертификатов и так далее. И вы видите, что все эти меры государственной поддержки, они как раз таки и направлены на таких предпринимателей, которые развиваются. Растут. Даже в непростых условиях. И я действительно, может быть, громко прозвучит, но я горжусь нашими предпринимателями, поскольку в этой чудовищной, тяжелой ситуации с точки зрения не только финансовой, а с моральной, потому что непонятно, что будет дальше. Доходы не только свои завязаны на возможность ведения бизнеса, а сотрудники и их семьи завязаны. И вот в этих тяжелейших моральных и материальных условиях предприниматели продолжают развивать свой бизнес и делают еще более активно. И на самом деле здорово то, что вот в этот вот неприятный момент государство и бизнес, мне кажется, больше друг друга увидели и больше друг друга зауважали. И поняли, что как государство без бизнеса не может существовать, потому что это не только источник налогов, это рабочие места для людей, это социальная сфера, это детские сады, услуги, без которых невозможно жить. И точно так же бизнес понял, что в случае цивилизованного правового ведения бизнеса, соблюдения, пускай даже, казалось бы, не очень нужных процедур, как это у нас было с АКВЭДами, можно рассчитывать на полную поддержку государства в той ситуации, когда оно действительно необходимо. Мы надеемся, что эта ситуация не повторится. Естественно, это зависит только от нас с вами, как мы будем соблюдать предписания наших санитарных врачей. Мы надеемся, что эта ситуация не повторится, но рассчитываем на то, что вот это сложившееся доверие государства и бизнеса, оно перейдет именно в плоскость поддержки в части развития бизнеса. Ян, ну вот поддерживайте, скажем так, вот эту точку зрения. Это первый мой вопрос. А второй, мне бы интересно было узнать поподробнее, вот из каких сфер, вот сейчас, да, как бы мы поговорили о том, что и Михаил нам рассказал о том, что много разных было различных историй, сложных, тяжелых, с бизнесом связанных. Из каких сфер наиболее это частые обращения вот за льготными взаимосвязанными? Если есть такая статья. Есть, конечно. Да, безусловно, Михаил правильно сказал. Если ты хочешь успешно и честно вести бизнес, нужно следовать той политике, которая направлена именно на поддержку со стороны государства. В чем это связано? То есть, обращаясь к нам за займом, предприниматель должен показать ту выручку, которая будет способствовать обслуживать этот займ. И, безусловно, показывая эту выручку, он доверяет нам, как институту, как микрофинансовой организации, поскольку мы ему предоставляем эти займы для его развития. Что касается в части упрощения процедур, да, действительно, в период начала пандемии был существенно скорректирован пакет документов. Если раньше мы просили справку об отсутствии задолженности по налоговым сборам, это было обязательное условие, то государство убрало этот документ из списка документов. Сейчас нет необходимости подтверждать наличие задолженности. А этот документ, как я понимаю, был наиболее сложный в получении. Совершенно верно, да, через налоговую заказывать, да, то есть можно по телекоммуникационным каналам его запросить, или личным налоговой, но это удлиняло процедуру получения займа. Что касается сфер деятельности, вот наша статистика показывает следующее, что в большей степени у нас пользовались сферы производственные, да, брали непосредственно на производственные циклы, цепочки для того, чтобы не остановить его. Далее у нас преобладала доля услуги, связанные по перевозке, оптовая и розничная торговля одинаково, строительство, сельское хозяйство, без этого тоже никуда, и предоставление всевозможных таких специфических услуг, как медицинские, аптеки, что у нас там, гостиничный бизнес, там, физкультурно-оздоровительный, вот такие вот, скажем, сферы услуг обобщенные. Есть ли какая-нибудь тенденция в этом? То есть есть ли какая-то вот общая статистика, каких, допустим, в целом было больше, каких меньше, и, может быть, вы от каких-то ожидали больших обращений, да, а, в общем-то, предпринимателям не понадобились, кто-то, не знаю, и есть что-нибудь такое? Ну, вот я вам сейчас как раз-таки перечислил те отрасли от наиболее востребованных, да, часто к менее востребованных. Но вот это соотношение этого портфеля нашего по видам деятельности, она у нас из периода в период показывает такую же динамику, то есть он сбалансирован. Ну, я помню, что мы в начале пандемии пытались предугадать, какие виды поддержки могут понадобиться, ввели специальную льготную программу микрокредитования для того, чтобы развернуть систему доставки своей продукции для предпринимателей, которые что-то продают или из сферы общепита. Долго, вернее, не долго, быстро, но очень интенсивно готовили эту меру поддержки. Да, никто не воспользовался, да, никто не предугадает. Да, совершенно верно, рынок среагировал по-другому. Зато хорошо, наверное, зарплатные работали проекты. Да, зарплатные, безусловно, конечно, это была первостепенная задача. Ольга, к вам следующий вопрос, вот вы сейчас послушали, да, то, что наши коллеги говорили о тех мерах поддержки бизнеса, которые были на территории региона и продолжают, да, оставаться актуальными. На ваш взгляд, как на взгляд человека, который, во-первых, ведет бизнес, да, и который ввел бизнес в непростых условиях пандемии, как вот вы оцениваете вот всю совокупность мер поддержки? Одной из них вы воспользовались, да, мы знаем, а вот в целом так оцените? Я вообще воспользовалась не одной. А, так. Мне кажется, я воспользовалась всеми мерами господдержки, которыми воспользоваться позволял мой АКВЭД, присмотр и уход с детьми. И у меня даже была такая ситуация, когда мы обсуждали с другими предпринимателями, и, ну, мнения разделяются на то, что помогают мало, и на то, что помогают много. Я как раз из числа тех людей, которые считают, что помогают очень хорошо, очень здорово, что помогают, потому что, я говорю, за это время я не просто не закрылась, я расширилась. И планирую расширяться дальше, то, о чем говорил Михаил, активно пользуюсь услугами «Центр мой бизнес» и несу всячески в массы, да, вот являюсь амбассадором, наверное, «Центр мой бизнес», потому что здесь же ведь речь не только про деньги. Здесь речь, как правильно отметил Михаил, это вот про эту связь между государством и предпринимателем, когда мы понимаем, что мы можем получать не просто финансирование, да, потому что, ну, где-то может быть злоупотребление, где-то еще, а мы выходим на новый уровень взаимоотношений, мы получаем информационную поддержку, мы получаем учебную поддержку. Михаил, например, не сказал про президентскую программу, да, которая тоже финансируется, нет, или это уже не ваше? Это наши образовательные программы, но тогда вам времени в эфире не хватит, поэтому я уступаю. Я к тому, что надо сейчас активно этим пользоваться, может быть, не всегда мы про это знаем, а даже если знаем, то, может быть, не особо верим, поэтому, конечно, очень здорово, когда мы рассказываем, действующие предприниматели, которые это получили, рассказываем об этом, что вот они, нас можно пощупать, «Ребят, пожалуйста, приходите», потому что действительно и то место, да, в центре, где это можно сделать, и решается много вопросов с теми же, ну, просто прийти с ноутбуком, да, вот поработать, просто прийти, какие-то переговоры провести. Рабочее пространство, да? Да, дается рабочее пространство. Я так край муху услышала, что еще какие-то там офисы предоставляются. То есть это все те затраты, которые для нас, для малого бизнеса, для микробизнеса могут стать стоп-факторами. То есть, может быть, мы бы и хотели что-то, да, но мы вот, ну, посчитали и поняли, что, блин, здесь заплатил, там заплатил, нет, не буду. А когда ты знаешь, что у тебя здесь есть возможность, там есть возможность, а здесь тебе еще Глеба Архангельского привезут, да, чтобы он тебе о чем-то рассказал, вот. Тогда, конечно, ты думаешь, окей, ну, если ты действительно предприниматель, да, если ты хочешь предпринимать, то вот все возможности есть. А вот люди, о которых вы сказали, которые считают, что мер поддержки недостаточно, они, какие у них аргументы, чем они, как бы, да, апеллируют в этом вот диалоге, в этом споре? Не все соответствуют тем условиям, о которых говорил Ян. То есть, конечно, малый бизнес оптимизирует свои доходы, расходы оптимизирует, прямо скажем. Плюс, вот, да, действительно, та же самая ситуация с акведами, когда мы не уделяем достаточное внимание тому, чем мы вообще занимаемся. То есть, пять лет назад мы создались по одному акведу, потом деятельность мы перепрофилировали свою, аквед у нас остался прежним, а тут бац, и меры господдержки по акведу. Очень многие люди были, которые, да, не уделили этому внимания. Я не буду давать оценку, тут как бы каждый вот, насколько дисциплинированно относится к своему бизнесу, да, тот потому и получает. Но, действительно, меры господдержки работают для тех, кто уважает государство. Ну, иначе, а иначе в чем тогда смысл, да, то есть, иначе тогда это будет не поддержка, а просто... Что-то другое, наверное, да. Тут вопрос даже не только и не столько непосредственно уважения как такового, вопрос следования законодательства и установлено плюсовое. Это я просто подобрала такое выражение политкорректно, да. Михаил, не один раз мы уже вот за нашим столом, да, в ходе сегодняшней беседы говорили о так называемых акведах, насколько они становились камнем преткновения вот в работе по поддержке. Ох, да, это грустно. Не продолжай, наверное. Грустно. Нет, в настоящий момент нет. Я напомню, что в мае-июне государство напрямую субсидировало предпринимателей. Естественно, если бы всех предпринимателей субсидировали в размере одного минимального размера оплат труда на каждого сотрудника, у нас бюджета и всех резервов точно бы не хватило, поэтому были выделены, определены теми сферы, которые в наибольшей степени пострадали от введения ограничений экономической деятельности. И единственным критерием отнесения компании к числу пострадавших отраслей являлся основной вид экономической деятельности, который компания указывает сама, может поменять в любой момент. По состоянию на 1 марта 2020 года. Как Ольга правильно сказала, у нас были десятки и по факту сотни ситуаций, когда, условно говоря, люди создали фирму по торговле недвижимостью, завели этот аквэт и больше его никогда не меняли. А потом они открыли кинотеатр, и основной их вид деятельности это тот самый кинотеатр. И когда они говорят, да я же кинотеатр, мы говорим, да мы понимаем, что ты кинотеатр, но по документам ты торгуешь недвижимостью. И мы пытались, мы собирали консилиум из лучших юристов и бухгалтеров для того, чтобы найти документ или совокупность документа, который можно было бы использовать как критерий отнесения к числу пострадавших отраслей, не нашли. И к тому времени уже период субсидирования закончился. Можно было поменять. Кто-то месяц не успел, а когда понял эту ситуацию, действительно работал по пострадавшему АКВЭДу, они поменяли, они получили, допустим, меры не за 2 месяца, а за 1 месяц, но они их получили. Там была дата по состоянию на 1 марта 2020 года, это вот сильно подрывало ситуацию. Кто-то с чем-то, я все равно помню, что было возможно. Вот, и сейчас, конечно, многие значительно более аккуратно относятся к этой истории. Давайте так, вот Ольга справедливо абсолютно отметила, что люди не знают. Для того, чтобы знать, нужно как предпринимателю, потенциальному предпринимателю, предпринять два простых шага. С вашего позволения я назову наш интернет-сайт. Это мойбизнес69.rf кириллицы и без пробелов. Там есть абсолютно все меры государственной поддержки, которые мы оказываем. И эфира не хватит для того, чтобы рассказать все. Презентация на 64 листа, да? Как вы шутите? 67 на настоящий момент. Обсчиталось. Значит, нет, вы растете быстрее, чем мы. У вас было два слайда, стало 5, у нас было 64 слайда, стало 67. Значит, мойбизнес69.rf кириллицы и без пробелов. И там же можно подписаться на наши информационные рассылки. Никакого спама, исключительно польза информация о важных полезных мероприятиях и нововведениях в государственной поддержке. Именно по этим информационным каналам мы будем распространять информацию о введении микрозаймов для самозанятых, для тех, кто, в общем, чаще пользуется социальными сетями, а не электронной почтой. Мы есть на данный момент в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме, и вынашиваем планы экспансии на одноклассников. Вы вот сейчас в ходе вашего ответа на вопрос много раз сказали о пострадавшей отрасли. Давайте, может быть, обозначим, какие отрасли наибольше всего пострадали в Турческой области вот за время непростое тяжелое время пандемии. Скажем так, практически никому, ну, пожалуй, кроме интернет-магазинов, история с пандемией на пользу точно совершенно не пошла. Если мы говорим о фактической стороне вопроса, пострадали абсолютно все отрасли. Кто-то не мог вести деятельность, у кого-то сотрудники были на дистанционке в соответствии с санитарными требованиями. Несомненно, в наибольшей степени у нас пострадала сфера услуг. Это общепит, это детские сады и образование в целом. Это туризм, который хлопнулся, что называется, среди абсолютного здоровья. Наступила внезапно клиническая смерть отрасли. Здорово, что она реанимируется. То есть, все те предприятия, чья деятельность была либо остановлена нормативно по требованиям, либо, соответственно, где нарушились кооперативные цепочки, это очень тоже большое количество, в том числе и производственных предприятий. И, к сожалению, это экспортно-ориентированные компании, которым мы уделяем очень большое внимание их развитию. В какой-то момент границы оказались просто полностью закрыты. и, соответственно, компании остались без быта. Вот я как раз дополню. Как раз начал вас спросить, вот как-то льготные займы, о которых мы говорим с вами, они корреспондируются, коррелируются с теми отраслями, которые поступают? Вот, да, безусловно. Вот Михаил обозначил те виды деятельности, которые в большей степени пострадали. И был разработан нормативный правовой акт, федеральный закон, который дает право на кредитные каникулы в течение полугода по действующим кредитам. Соответственно, мы как микрофинансовая организация своим заемщикам, кто попал по виду деятельности, по действия данного федерального закона, предоставили эти каникулы на период 6 месяцев. Да, были обращения даже от тех предпринимателей, у которых этот вид деятельности не основной, а дополнительный. Соответственно, мы также им предоставили рассрочку в рамках заключенных договоров займа, также отсрочили им уплату процентов и основного долга на период 6 месяцев. То есть тем самым мы поддержали действующих своих предпринимателей и параллельно оказывали поддержку путем выдачи новых микрозаймов тем, кому необходимы были льготные займы. И вот как раз-таки еще одной антикризисной мерой, которую фонд оперативно разработал и запустил, стал микрозайм доверия в сумме до 500 тысяч рублей. Небольшой относительно займ, но его прелесть заключается в том, что он беззалоговый. Совершенно. Беззалоговый. А остальные, в таком случае, мы понимаем, что какой-то залог, естественно. Конечно. Логика займов подразумевает обязательность их возвращения, и здесь нужна некая гарантия того. Залог тоже, чтобы не отпугнуть тех, кто решит воспользоваться. Залог — это не ипотека. Заложить можно и оборудование, и какое-то другое можно. Автомобиль, да. У меня, например, в залоге автомобиль. То есть к обеспечению мы тоже так же подходим более лояльно и просто. То есть любое ликвидное имущество принимается в залог по привлекаемому займу. Совершенно верно. Ян, меня поправят, но банки совершенно точно дисконтируют, значительно дисконтируют стоимость залога. Насколько я понимаю, у нас значительно более щадящий ревер. Дисконт тоже некий есть, но это естественно, потому что мы в рынке. Да, это рыночные отношения, они должны себя тоже... Ольга, ну вот еще у меня к вам вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, вообще, если... Да, чем жили-то вообще это время? Вот период простоя, потому что, ну, детские сады, как и многие другие объекты, они в период времени простаивали... Закрыто было, два месяца была закрыта, жила медитациями. На самом деле сложный был период, потому что у меня 12 человек персонала, которому я выплачивала эти два месяца зарплату. Это было сложное решение. Я думаю, что те, кто вот сейчас растут, да, мы растем, потому что вот были вот эти два месяца, когда надо было действительно решить. Ты закрываешься, распускаешь, либо ты остаешься. Мы поддерживали своих клиентов, потому что их тоже надо было эмоционально поддерживать, потому что когда ты привык, что твой ребенок в садике, а тут ты дома, в четырех стенах, в неведении и с детьми, мы все поняли, как сильно мы их любим, да. Вот, поэтому мы старались максимально быть рядом с нашими клиентами. Мы немножечко ушли в онлайн. С детьми нельзя уйти в онлайн, понимаете. Наша услуга, которую я оказываю, она предполагает личное участие. То есть детский сад онлайн ты не сделаешь. Я буду даже против того, чтобы дети смотрели в компьютер, в телевизор, учитывая, что тогда еще были садики полтора-три, то есть это ясельки, да, полтора-три годика. Но мы старались быть на связи, поддерживали друг друга всячески. И когда стало понятно, да, мне пришлось распаковать все свои кубышки, все свои коробочки, ну, потом стало понятно, что будет поддерживать государство. Я в списке пострадавших отраслей. По крайней мере, вот эти зарплаты, да, которые нам возместили 12-30 на человека, да, вот, насколько я помню. Потом средства дезинфекции, потому что действительно мероприятия проводили. Были, были хорошие меры. И когда стало понятно, что нас поддерживают, появилась какая-то, ну, какая-то уверенность внутренняя. И да, действительно стали рассматривать возможность, что да, можно, можно что-то, можно жить, можно что-то строить дальше. В конце мая мы открыли свои сады после пандемии. Тут был некоторый информационный такой коллапс. Было непонятно, куда мы подпадаем, потому что в госсадах были открыты дежурные группы. Мы запросили, говорят, вы не госсады, поэтому дежурные группы вы не откроете. При этом у нас работающие, такие же точно работающие родители, и врачи, и госслужащие, которые ходили на работу. Но мы все равно соблюдали законодательство. И как только стало можно, мы вот открылись. А так, ну, вот я говорю, что в конце мая мы открыли свои сады, а в конце июня я открыла следующий сад, пользуясь тем, что есть где поучиться. Я получила определенные знания, плюс финансирование. То есть я знаю, что действительно я могу обращаться за этими мерами. Ну, получилось здорово. То есть вы закрывались, уходили на период пандемии с меньшим количеством садов, а вернулись с большим. Ну, нет, не то, чтобы это все уже потом пошло в процессе за лето, но то, что вот эти два месяца тишины, паузы, осознания, какой-то разработки своей концепции вкупе с тем, что тебе действительно помогают, ну, вот у меня выстрелило так. Я знаю многих людей, которые действительно, для которых вот эта вот пауза, которая стала точкой роста. Ну, вот завершается у нас, слава богу, да, этот тяжелый, тяжелейший для многих 2020 год, да. Что принесет нам 2021, пока мы не знаем, но... Тут еще 2020 бы еще закончили, подойдите пока. Но тем не менее, все-таки... Статистика-то, вон, печальная, каждый день растет. Надеемся, да, что все будет исправляться потихонечку. Мы знаем, что, вот, Михаил, к вам вопрос, мы знаем, что в 2021 году отменяется единый налог на вмененный доход, да. Давайте об этом тоже поговорим. Тема для предпринимателей важная, и как мой бизнес тоже будет в этом направлении вести работу? В Тверской области более 18 тысяч субъектов предпринимательской деятельности на специальном налоговом режиме единый налог на вмененный доход. С 2021 года ЕНВД отменяется. Государство подготовило несколько альтернативных вариантов. В зависимости от вида деятельности можно определиться, какой вариант доступнее. Либо это упомянутые сегодня уже самозанятые, там процентная ставка самая низкая, это будет самый дешевый вариант, дешевле, чем ЕНВД. Либо это патент, либо это упрощенная система налогообложения, либо по доходам, либо доходы минус расходы. Но есть один важный момент. Есть один важный момент. Если субъект предпринимательской деятельности на ЕНВД не подаст до конца года уведомление или заявление о переходе на другой специальный налоговый режим, он автоматически окажется на общей системе налогообложения. Общая система налогообложения многим хороша, но уж точно совершенно она не подходит для малого бизнеса, для маленьких компаний, которые работают на ЕНВД. Поэтому наша общая задача и региональных властей, и инфраструктуры поддержки, и СМИ, и управления Федеральной налоговой службы заключается в том, чтобы донести до предпринимателей, которые находятся на ЕНВД. Пожалуйста, вот прямо сейчас можно подать заявление, в том числе дистанционно через личный кабинет на сайте налоговой службы, о переходе с ЕНВД на другой режим по своему выбору. Я сейчас расскажу, как мы подскажем, как выбрать этот самый налоговый режим. Но заявление можно подать сейчас, а дату перехода указать 1 января 2021 года. Тогда вы полностью будете использовать все возможности, которые дает режим ЕНВД, и в безопасном режиме перейдете на соответствующий режим, на специальный режим налогообложения. Кроме того, есть еще одна печальная история, связанная с тем, что если не подать заявление, то ты окажешься на общей системе налогообложения и в течение года не сможешь ее поменять. И выжить малому бизнесу будет сложно. Поэтому важно подать заявление прямо сейчас. И я бы хотел обратить внимание, что действительно государство пересмотрело многие положения по другим системам налогообложения, ввели на территории Тверской области НПД, самозанятых, рассматриваются изменения в патентную систему налогообложения, которая позволит зачесть в стоимость патента размер страховых взносов, которые выплачиваются. То есть некие прелести ЕНВД, они мигрируют, например, в патентную систему налогообложения. Человеку со стороны, который увлечен своим делом, разобраться в этой истории сложно. Поэтому мы уже сейчас подготовили проект, он под другой немножко затачивался, но пригодится именно здесь. Проект под названием Начни бизнес 69.rf Это интернет-сайт, на котором есть раздел про систему налогообложения. Там в автоматизированной форме можно ответить на несколько вопросов и на выходе получить рекомендацию по системе налогообложения. Если вы больше доверяете рекомендациям живого человека, консультанта, с которым можно посоветоваться, обращайтесь, пожалуйста, к нам в центр «Мой бизнес». Мы абсолютно бесплатно проконсультируем вас, а в случае необходимости привлечем и квалифицированных экспертов, которые в каждом конкретном случае разберутся в том, какой режим налогообложения вам подходит больше всего. Если вы знаете, что вы хотите стать самозанятым, но не знаете, как это сделать, «Мой бизнес 69.rf». Если вы не знаете, как подать заявление «Мой бизнес 69.rf» и так далее, ответ всегда один. Сделать это нужно, насколько мы понимаем, в самые короткие ближайшие строки. Давайте мы сделаем это прямо сейчас, просто чтобы не забыть в горячке боя перед Новым годом, а потом в подбой курантов сказать «Мать перемать, вот у меня год-то начинается». Еще раз, давайте сайт, куда сейчас все предприниматели заинтересованы, чтобы будущий год для них не применять. Или потенциальные предприниматели. Куда им бежать? Если они знают, что им нужно делать, они идут на сайт налог.ру, открывают личный кабинет юридического лица либо индивидуального предпринимателя и подают заявление либо уведомление о смене налогового режима на новый. Если они не знают, какой режим налогообложения выбрать, мойбизнес69.rf кириллицей без пробелов, 8800200 ровно 1169, телефон горячей линии и проспект Вобеда-14, центр «Мой бизнес», ждем вас в гости. В общем, помните, дорогие друзья, кто планирует и уже занимается предпринимательской деятельностью, что более, как нам сегодня Ольга сказала, в том числе более внимательно, более грамотно. Если уж предпринимайте, то предпринимайте грамотно и аккуратно. Я на этом, к сожалению, вынужден нашу такую полноценную хорошую беседу завершать. У нас буквально минутка до окончания. Я напомню, что мы сегодня говорили о том, какие меры поддержки на территории Тверской области действуют, продолжают действовать и действовали во время пандемии коронавируса. Ну, как мы выяснили, они достаточно обширные, они пользуются популярностью, в том числе и у предпринимателя. Сегодня с нами были, давайте еще раз я их представлю, Михаил Окороков, координатор проекта «Мой бизнес» Тверской области, Ян Солюков, генеральный директор фонда содействия предпринимательству. Напомню, Ян нам рассказал о том, насколько популярны и в каком объеме жители Тверской области получали льготные займы, одна из мер поддержки. И Ольга Цыба, предприниматель, владелица пяти частных детских садов. Ольга, нам, наверное, остается пожелать только дальнейших успехов, процветания в деятельности вашей. А всем нам здоровья. Это самое главное сейчас. Берегите себя, надевайте маски, пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго, до свидания. Ну, скоро увидимся и продолжим разговор, в том числе и о поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Тверской области. До свидания. Спасибо. Спасибо.